22 червяня – особливая дата в истории Беларуси. В день всенародной памяти охвяр Великой Айчиной и геноциду беларуского народа в регионе, как и по всей стране, пришли жалобные мероприемства, примиркованные до 82-й годовины початку войны. Митинг-реквием нам эту память завещана Беракчи, который отбылся областным центром Калибратской могилы советских войн и партизан в парке Жилибера, собрал представников улады, громадских организаций, працовных коллективов, молодць и школьников. Присутные «Хвилины мовчанья» угонировали память загинулих и усклали кветки до вечного огня. 22-го червеня у каждым беларуским городе, у каждым малым местечку нашей краины люди идут до помников и братских могил, капушиновать память тех, чьи лесы назавжды изменила война. Кто не вернулся с поля бою, дезмагауся за свободу и незалежность родимы. В 82-й годы разделяют нас, поколение сучасников, от того трагичного дня, кали фашистская Германия, порушившую договор об ненападении, почала войну супредсоветского союза. Почалась реализация плана «Барбаросса», по водле якого немецкое военное керавництво различывало провести вокомагненную войну и одним ударом разгромить СССР. Никогда мы не сможем забыть тех страшных событий, замученных в лагерях и на оккупированных территориях, умерших в госпиталях, всех, кто не дожил до Великой Победы и не дожил до сегодняшнего дня. С первых вилен войны на нашей земле и шли моцные бои. До опошнего патрона змагались пограничники Виктор Улсов, Феодосий Кирченко, Александр Севачоу, их отрады и инши наши земляки. Народ Беларуси памятая суровые военные годы, глубоко шануя память об тих, кто, не шкадуючи своего життя, вызвалял родную землю от захопников. С кожной хвериной живых оборонцев и светков Таких трагичных падей становится усе меньше. Сегодня, к сожалению, остались единицы. На территории нашей области проживает на сегодняшний день 93 ветерана Великой Отечественной войны. Безусловно, все дань уважения. Во-первых, мы отдаем дань памяти тем, кто защищал нашу страну, кто отстоял ее свободу и независимость. И мы сегодня делаем все для тех, кто еще живой, тот, кто воевал на фронте. Они сегодня окружены вниманием и заботой. Почас митингу неодноразово гучали словы подяки, удячности тем, кто цаной своего життя завоевал перемогу и тем, кто переможна вернулся с войны. Памятать про подвиг советского народа, зарабить все махчимое, как продухилить новое лихолетие, усвядомить агульную отказность за подтримание миру. Уроки войны по ранейшему актуальные. Мой дедушка Купреев Николай Архипович освобождал этот город и поэтому корни здесь мы оставили. Очень приятно, что дедушка на коне заезжал, освобождал. Говорил по воспоминаниям, что освобожденный, пустой, но, как говорится, радость та, которая его перевыполняла, она перешла мне, внуку. И на 9 мая, и на вот эти праздники я всегда беру портрет его молодого. Беларусы – небезразличные люди, и мы никогда не забудем тех, кто победил фашизм. Знаете, вообще, для меня 22 июня – это своеобразный обелиск памяти для наших потомков, которые не позволят, в первую очередь, повториться этой трагедией вновь. У этой войне Беларусь тратила кожного третьего жихара. Память об их будя жить вечно. Такие слова не одной чыгучали у день усе народной памяти ахвяр великая чына войны и еноциду беларускага народа. И у тем, что это непорушно, подкреслила усе беларуская хвилина маучанья, до якої долучилися миллионы беларусов. Продолжение следует...